В этом выпуске Тугры речь пойдет о хане, на которого возлагались большие надежды в новой войне. Январь 1770 год. На Крымский трон избран новый хан, сын хана Силима Герая II, 31-летний Каплан Геральт. Вероятно, детство и юность он провел вдали от родины в доме своего Аталыка. Чуть позже он переселился в родовые имения в Румелии. И только в конце 60-х годов 18-го столетия он прибыл в Крым. Крымское ханство находилось в состоянии войны с Россией. Союзник Османская империя переживала кризис внутри государства. А тяжело больной султан Мустафа III в этой войне полагался на своих военных министров, с которыми приходилось иметь дело крымским ханам, отстаивающих интересы своего ханства. О Каплане Герая говорили, что он отличался бесстрашием и был отважным воином. С первых дней своего избрания Каплан отправляется к городу Бабадак, а оттуда в ханскую резиденцию Каушаны, где его уже ожидала ханская армия. Однако из-за нерасторопности османских военачальников хан не получил вовремя обещанной военной помощи. Терпит поражение на Картакальской равнине у реки Ларга и уходит в незащищенный Крым. До него дошли сведения, что русские ведут агитацию среди ногайского населения о переходе на сторону России и готовят штурм городу Очаков. Каплан Герай вовремя успел подойти со своим войском и отбить неприятеля от города. Дабы попытки не повторялись, хан оставляет часть войска в Очакове и отбывает в Крым. Тревожные известия стали доходить из границ государства. Россия готовилась к вторжению на Крымский полуостров. Каплан Герай сообщает об этом Мустафе III. Однако к великому разочарованию Каплана султан не отреагировал на предупреждение крымского хана. Османский историк и одновременно участник войны Васыф Эфенди писал о Каплане Герай. Повелевавший Крымом Каплан Герай хан в сущности храбрый, мужественный и способный к военным делам человек. Но так как по молодости лет и юношевскому возрасту он был неопытен в делах и неосторожен относительно козней и хитростей неприятельских, то и неоднократно и на прути и в других местах, благодаря этой неосторожности он терпел поражение и известное людям его храбрость и славы были скомпрометированы. Султан, не разобравшись с ситуацией, обвинил крымского хана в военных неудачах при реке Ларге, Кагуле, взятии городов-крепостей Измаил, Килия и Аккерман. В Крыму также нашлись недовольные правителям. Ссылаясь на неопытность молодого хана, крымский диван 23 ноября 1770 года предложил покинуть Каплану трон. Каплану Гераю ничего не остается делать, как подчиниться, однако он намерен провести расследование и доказать свою невиновность. Он с легкостью расстается с ханским титулом и уезжает в свое имение близ Стамбула в деревню Субаши. Однако он не успевает провести расследование и доказать свою невиновность. В 1771 году он умирает в возрасте 32 лет. Его похоронили рядом с мечетью. Так завершился путь еще одного Герая, который правил крымским ханством всего 11 месяцев.